Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Марлена Эс. Ребята, у нас такая погода ужасная. Не знаю, как вам показать, будет ли вам видно. Скорее всего, нет. Но, в общем, дождь хлещет, ветер, холодно, тучи. Ненамека на солнышко и тепло. Вот так вот резко погода испортилась. Слышно, да, как ветер шумит? В общем, я какой-то метеозависимый человек. Когда светит солнце, когда тепло, мне хочется творить, у меня настроение классное, хочется гулять, снимать, всё. А как только вот такая пасмурная погода, дождь, холод, ветер, всё, у меня настроение патает, какая-то грусть, уныние. В общем, не айс. Вон там заварила себе чаёк. Не знаю, видно вам или нет. В общем, из-за того, что холодно, хочу попить чай. Чай с чабрецом и мятой. Хочу выпить чай с бутербродиками, ну и с чем-нибудь сладеньким. Надеюсь, вы присоединитесь и позавтракаете со мной. Всё, поехали! Ну что, мои хорошие, давайте будем начинать. Всем, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита! У меня здесь отсвечивает, но я покажу вам поближе. Ой, хлебушек падает. Так, в общем, тут у меня колбаска, докторская, варёная и сыр. Сырочек плавленый, сливочный. Сейчас покажу, какой. Вот его этикетка. Президент сливочный. Ну, я ещё и Хохланд люблю. Так, ставим на место. Но всё равно не видно. Вот так. Короче, смогла сделать только так. Здесь у меня свежайшие творожные кольца. Хлебушек. Ну, и ведро чая. Почему ведро, скажете вы? Да, потому что это кружка целых 500 мл. Чай у меня, как я уже говорила, с мятой и с чабрецом. Вкусняшка. И у меня скрипит стул. Сейчас, подождите, поменяю. Всё, поменял. Этот вроде не скрипит. Так. У меня здесь хлебушек такой зерновой. Знаете, что я поняла? Я поняла, что я не умею резать колбасу. Вот, блин, неровно получилось. Ну да ладно. Давайте сначала сырочек. Вот так. И сверху колбаску. Вот так. Колбаса у меня докторская Велком фирма. Говорят, из российских она более-менее натуральна. Ребята, свет здесь, конечно, хреново. Не знаю, тем более я сижу вообще не по правилам. Свет бьёт сзади меня. Ну, я думаю, основной это вам видно. Вот этот хлебушек хочу. Мне понравился. У меня прям вкус детства сегодня. В детстве любила с белым хлебушком. Но тогда хлеб был очень вкусный. Сейчас я такого найти не могу. Белый хлебушек, сыр. Ну, не такой неплавленный, обычный сыр. И вот такая колбаска. И сладкий-сладкий чай. Ну, а сейчас-то я уже чай не сладкий пью. Ну, вообще, это было очень вкусно. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Ой, ребята, я вам расскажу, что было вчера. Весело было. Вчера застряла в лифте вместе с маленьким мальчиком. Мы с ним успели даже подружиться. Короче, как было дело? Ну, как обычно, захожу в лифт, ничего не предвещало беды. На 18-м этаже подсел мальчик с велосипедом. Ему 7 лет. Помните, в каком-то из влогов я, по-моему, показывала этот лифт грузовой страшненький. Он еще обит деревом, пока у нас еще в доме ремонты идут. Вот этот грузовой и сломался. В общем, едем мы с ним и тут бац. Застреваем. Лифт не едет дальше. Слава Богу, свет не погас. А то, я думаю, он бы испугался. Но он и так испугался, но не показывал этого. Храбрый мальчик. Короче, я начинаю нажимать эту кнопку вызова. Тревожно. Я только ее нажимаю, бац, двери открылись. И мы на 17-м этаже. Ну, давай быстрее выбежали оттуда. А дверь так и не закрылась. Она так открыта и осталась. Какие кнопки не нажимай, лифт не реагирует. В общем, это все длилось минуты две. Но мне-то показалось, что там целая вечность пришла. Вот. Короче, выбежали. Этот диспетчер там что-то орет. Я ей говорю, что лифт сломался. Пришлите кого-то. В общем, прислали. Но мы-то ждать не стали. Мы спустились уже по лестнице. Пока спускались, я с ним познакомилась. Мальчика зовут Эль Чин. Если ты меня смотришь, привет тебе, Эль Чин. Я так поняла, что внизу его ждала мама, пока он спустится с этим велосипедом. А велосипед большой, двухколесный. Он уже большой мальчик. Уже хочет похвастаться там во дворе. Он... Это ветер там. Не обращайте внимания. В общем, с 17 этажа мы пешком спускались по лестнице. Я ему говорю, давай велосипед мне, а ты спускайся так, свободно. Нет, ни в какую. Короче, спустился до шестого этажа. А велосипед, блин, в два раза тяжелее него, наверное. Я вижу, что он уже устал. Я ему говорю, все, давай мне. Дальше уже я. И самое главное, он меня не испугался, ничего. Ведь чужой человек с ним в лифте. Ну, дети меня вообще любят. В общем, спустились. А там уже его мама волнуется, ждет. Не знает, где ее сын, не знает, где ее искать. И еще чуть не поругалась из-за того, что вот почему ты по лестнице спускался. Я ей всю ситуацию объяснила. В общем, она поблагодарила меня, позвала к себе в гости на чашечку кофе. Но я торопилась. Так что теперь у меня есть новый маленький друг в доме, даже в подъезде. Так, давайте теперь колечко. 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 Творожное. Ой. Вытекает. Сладенько. Вкусненько. Му-у-у-у-у. Сладенько. Вкусненько. уже столько мастеров приезжала и ни в какую так он с открытыми дверьми там и стоит а представьте вот так человек страдающий клаустрофобией вдруг застрял антюш капец сразу вместе с лифтерами надо и скорую вызывать кремыша мне все равно темно ну да ладно ребят простите меня за сегодняшнее освещение следующий раз исправлюсь вот такие сумерки у нас с утра на как ночью мне все мои хорошие больше не могу не хочу наелась и так очень много съел это прям еда на весь день короче слишком калорийно спасибо большое что досмотрели это видео до конца желаю вам хорошего дня отличного настроения берегите себя и своих родных и помните я вас люблю пока пока увидимся в новых видео пока Продолжение следует...